Всем хай! С вами Юджин, и как вы знаете, недавно у нас прошел на нашем канале стрим совместно с Принглз, где участвовал Юра Музыченко, Ярослав НС и Слава Мерлоу. Ну и я тоже там был, так проходил мимо. Короче, многие из вас его смотрели. Но хотя я знаю, что стрим был довольно-таки длинный, и возможно вы пропустили некоторые забавные моменты, о которых я вам сейчас и расскажу. Итак, мы расселись по местам, взяли пульты в руки и стали готовиться морально и физически к заезду. Значит, есть два дочера. Дочер, это такая ориентация. Я лолер, как бы. Юрий, а ты кто? Смотрите, у меня просто дочь. Ты дочер? Ты дочер. Я уже куда-то еду, а ты стоишь. Я победил, я уверен в этом. Да я уже за городом тебя жду давно, я уже вон выехал. Да, ты же там. Я думаю, экран, который ближе ко мне, тут монтик. Я запутался. Ты уже на маршруте? Да. Так кто есть кто? А вы знаете, что если порнокопытная ночью помать в лучшем света, то она остановится. Стой! Вот, я выбрал самую слабую. Видишь, справа, справа. Я пасу овечек, я их тренирую. Женя пока изучает флору и флору. Ну все, овцы размялись, я готов. Я внедорожник себе возьму. Я просто часто буду внедороги, мне кажется. Опять я танцую, видите? Все, отлично, я опять где-то в поле. Задина сессия, видишь? Но он опять в поле. Теперь тебе нужно опять вернуться к Ярику. Сложно, сложно. Есть такое понятие, стрим настроек. Когда стрим идёт до 4 часа, и все 4 часа ты настраиваешь. А вот не присоединиться, да? Да. А, ну вот, сейчас, кажется, всё. Прощайте поля. Опять ты в поле. Так, подсказывает наш диспетчер, что сейчас к нам подойдёт специально обученный человек, который занимался долгие годы, тренировался, чтобы... Специально обученный вступатель в чужие сетевые игры. Да, давай мы ему передадим этот образ джойстика. Он сейчас всё быстренько настроит тело. Я буду ждать под мостом вас. Как тролль? Нет, как человек, который любит ждать всех под мостом. Есть у меня одна история на этот счёт, но я не буду рассказывать. У всех есть история. Из под моста, да. Из под моста. Мне кажется, Слава немножко заскучал, Слава. Нет, я классная игра, вот такая. Так, ты играл, Слав? Больше иначе, больше иначе. Ты раньше играл в Фарзу когда-нибудь? Нет, я видел только летсплей. Ещё была клёвая гонка в машинке. Просто в машинке гоняешь. Тоже же гонка. В детстве я брал прищепки. А так и на велосипеде можно ездить. И катался вот так. Ладно, я расскажу эксклюзивную историю. Как-то раз я ехал на велосипеде, открыл вот так вот рот. Но не буду показывать, а то не культурно. И мне муха залетела, который я её проглотил прям. Практически жёстко. А я подумал, а чтобы здесь так пчелу проглотить? Ведь можно умереть. Ну да, так вроде как даже умирают люди. Ну слушай, надо укусить тебя внутри. Она у тебя сделает там улей, и будет мёд просто скатываться тебе в желудок постоянно. Это же... Что полезно. Что полезно? Ядрить лайфхак. Когда мы наконец размялись, окрепли духовно, подготовили всех овец, и конечно же пожелали удачи нашим соперникам, мы приступили к гонке. Ты прогнался к хакермена, который всё знал, что делается, он куда-то ушёл. Я не прогонял его. Он сам ушёл. Он всё сделал, зафиксировал и... Твоя работа здесь заключила. У нас же ничего не происходит, что он зафиксировал. Присоединение к заезду. Мне кажется, что успех нас ждёт. Уже близко. Для выхода из заезда нажми текст, я не буду жать. Не жми, не нажимайте. Присоединение к заезду. Всё, я ничего не жму. Запуск заезда. Запуск идёт. О-о-о-о! Мне кажется, это прям... Рано радуемся, сейчас что-нибудь произойдёт. Всё, я еду. Поехали! А почему он сразу меня обгоняет? Это Олях поверь. У меня шина протянул. У тебя от тебя маска? О-о-о-о! Тихо! Тихо! Смотри, погоди! Ты снёс дерево! А так можно делать? Дальше будешь. Как лучше на контроле дочка? Это всё. Бамба! Всё, всё! Нарискуй его! Всё, всё, всё. Вам не кажется, что ваша машина – это не лучший выбор для такой пары? Да-да-да-да-да-фига! Всё, что ты сказал! Всё, что ты сказал! Пропустил контрольную точку! Пропустил точку! Да ты достал! Я не подверг! Я не подорожила. Знаете, сколько мужества надо иметь, чтобы приехать на Олимпиаду и в заведомо, ну, в самой худшей команде быть? Да. То есть я здесь самый мужик чат. Ну, слушай, а как ему в чат написать какую-нибудь гадость? Мне ты хочешь написать? Да. А зачем? Ну, чтобы тебя ещё больше расстроили. У нас с этим всё в порядке. Мы уже расстроены. Ты знаешь, что мне… Мы уже расстроены. Мне, чтобы минус морали сделать, нужно очень сильно постараться. ТОЧКА! 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 Еду в неё, еду в точку! Молодец! Он включился, он включился! Это я про себя. Так, поговори с ним, поговори, пусть соберётся. Что ты говоришь? С кем он говорит? Он знает, он знает, он знает. Это внутренний ми, внутренний ми, внутренний ми геймер. А, вот финиш. Какой финиш? Стой, мне кажется, надо ждать. Так, 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 так. Они подъезжают. Даже если я перекрою экран, ничего не присоединёт. Да блин, ну да! Подожди, ну там дерево будет. Стой, нету, он победил! Старай его! Женя, Женя жёсткий оказался. О, я жёсткий. Да не, мне просто медленная машинка досталась. Если бы она меня гоняла, я бы сейчас слажал. Ахахахаха. Ахахахаха. Напряжённые какие-то отношения между командами. Какой там токсичный чужой. У нас это лично, да? Да, я понимаю. Чувствуется неприятнее. Не, ну ты потому что точки не пропускал. Смотри, я три пропустил. Ты бы хоть одну пропустил, это по-честному. Смотри, смотри, леггинсы заработал. Леггинсы? Хорош! Плюс леггинсы. Плюс леггинсы. Всё, уже не зря приехал. Такую личную неприязнь испытываю к нашим оппонентам. Не боязничай, давай делаем, займись. А чё, я присоединяюсь к заезду. Я вообще очень занят. Ты видишь, я напряжён. Просто заранее тебя не найду. Пожалуйста, да. Не эвируй меня. Всё, астаси начинается. Да ничего не начинается. Да чего, подождите. Начинается, чувак. И... И всё. Сейчас будет... Да ничего не будет. Может быть, гонку мы не ту выбираем? Аж плохая гонка? Да как-то плохая гонка. Какермену может быть? Давай найдём какую-нибудь ещё гонку, Ярик. Да это ты чем тебя не устроила гонка? Ну она какая-то нерабочая. Я вообще смотрю, обставочка напряжённая. Зас Махач начнётся. Да это же реверсивная агрессия. Реверсивная агрессия? Чего? Я не знаю, придумал. Получается, что ты реверсивно злой. Значит, ты желаешь нам добра по такой логике. Нее, чувак. Я реверсивный. А Махач будет в подарок? Мы потом. Ладно, сейчас. Потом легенд, перед третьей игрой. Это не войдёт в эфир. Он обманщик, он лжац. Смотрите, сколько клеветы я просто в себя слышу. Дизмораль не работает. Не работает, да. Реверсивная дизмораль. Эээ! Не пользуйся моим оружием против меня. Это реверсивная атака. Главное, мне реверсивно не выиграть? Нет. Главное, реверсивно выиграть. Нет. Мне надо реверсивно проиграть. Реверсивно проиграть. И вот, что у нас получилось в итоге. Два заезда и ничья. Оба соперника оказались необычайно профессиональными гонщиками. Ездунами, если хотите. И хотя на протяжении всех заездов соперники не устанно подбадривали друг друга, уважали и желали удачи, дружба здесь победить никак не могла. Поэтому было решено провести третий решающий заезд. И самые захватывающие, напряженные, незабываемые моменты этого третьего заезда вы увидите в следующей серии хайлайтов со стрима. Если хотите посмотреть стрим целиком, то переходите по подсказке, а также по ссылке в описании или заходите на мой канал, и он там тоже будет вам доступен. А также накидайте кучу лайков, потому что Прингл смотрит больше лайков, друзья. Подсобите. Конечно же, не забывайте про сам турнир. Он до сих пор идет, и у вас есть шанс поучаствовать в нем. Также пишите в комментариях, какой момент был для вас самым забавным, захватывающим, серьезным и потрясающим. Ну а с вами был Юджин, и всем пьяц!